Сказки народов Ханты Сказки народов Ханты, а называется «Три мудрых слова». В небесном городе, в царском городе, бедные муж с женой жили. Жили они очень бедно, еду иногда даже не было. Однажды старик решил в чужие земли пойти, чтобы работу найти. Поцеловался с женой и пошел, куда глаза глядят, куда ноги его несут. Долго шел или коротко, кто его знает. Наконец в большой город пришел. Пришел он к купцу и спросил работу. Дал ему купец сапоги и сказал, работай до тех пор, пока сапоги не сносишь. Согласился мужик, а сам думает, сапоги долго лишь сносить. Стал он работать. Работал с утра до ночи. Много месяцев прошло, а только сапоги совсем не изношиваются. Однажды встретился он с белобородым старцем. Тот поздоровался и сказал, послушай меня, я тебе помочь хочу. Эти сапоги не износятся. До тебя много человек работало. До самой смерти ты эти сапоги каждый день в воде мочи и на печи суши. Тогда они быстро сгнили. Потом ты пойди к хозяину и ему их покажи. Хозяин спросит тебя, что тебе нужно, триста рублей или три мудрых слова? Ты денег не бери, соглашайся на три мудрых слова. Сказал так старик и исчез. А мужик так и сделал. После того, как сапоги продырявились, пошел он к хозяину. Ох, что ж делать, сказал хозяин. Но сапоги-то почему-то быстро сносил. Проси, что тебе нужно, триста рублей или три мудрых слова. Мужик немного подумал и сказал, что мне делать с деньгами, был я бедным, а трехсот рублей богатым не стану. Говори мне три мудрых слова. Ну, слушай, Когда очень пить захочешь, воду ищи на болоте между кочек. Когда хочешь войти в чужой дом, постой перед дверью, постучи в дверь. Третья мысль мудрая, Когда что-нибудь захочешь рубить, руку свою немного задержи. Слушает мужик эти слова и думает, Эх, зря я отказался от денег. Ну, что делать? Так и пошагал домой. Шел день, шел два. На третий день видит большое-большое стадо и людей. Подошел мужик поближе, спросил, что случилось. Оказалось, люди много дней не видели воды, много скота потеряли. Так обессилели, что дальше идти не могут. Вспомнил тот мужик первый совет. Пошел он на болото, нашел между кочек воду и оживил людей. Обрадовались те люди, и много коров и лошадей мужик ударил. Дальше он отправился вместе с ними. Пришли они вечером в город и остались здесь торговать. Мужик ночевал на краю деревни. Вечером городской глава пригласил приезжих людей в гости, а те пригласили с собой мужика. Мужик пришел в гости после всех. Только хотел он дверь открыть, вспомнил второй мудрый совет и вдруг услышал разговор. Женский голос слышится. Сегодня в наш город гости приехали. Сейчас и нужно мужа моего убить. Все подумают на приезжих, а ты будешь вместо него с городом править. Говорившие не заметили, как мужик открыл дверь и отрезал от их одежды по маленькому кусочку. С этим он вернулся обратно. Утром в городе известили. Городского главу чуть не убили. Схватили всех гостей. Мужика тоже позвали. Стали допрашивать всех. Только никто ничего не знает. Тогда вышел мужик и рассказал все, что слышал вчера. Потом он вытащил кусочки от одежды и приложил их в платье у тех мужчин и женщин. Они точно на место легли. Виноватых тут же схватили. А мужик отправился домой. Шел долго или коротко. Пришел он в свою деревню. Смотрит, на месте старого дома новый дом стоит. Вошел он в дом. Смотрит, спит его жена в другой комнате. А рядом с ним молодой человек. Схватил мужик топор и подскочил туда. Только топор он поднял и вспомнил третий мудрый совет. Тут жена его проснулась, схватила его за руку. Что ты делаешь, глупый мужик? Это же наш сын. Сколько лет прошло после того, как ты ушел? Сын-то уже вырос. Стали они жить счастливо. Может, и сейчас живут.